Маленький бегемотик Эта история случилась в конце декабря в домике одного маленького бегемотика Хотя, конечно, его неправильно было называть маленьким Ведь ему же целых семь лет, и он ходит в школу Но еще разрешает так называть себя своим самым близким друзьям А значит, и нам с тобой можно Так вот, однажды маленький бегемотик пришел со школы очень серьезно Быстро пообидал, сделал уроки, немного почитал Сел было поиграть в конструктор, но ему совсем не игралось Его мама заметила, что маленького бегемотика что-то беспокоит Сынок, у тебя все хорошо? Как дела в школе? Тепло спросила она Все в порядке, мама Маленький бегемотик ответил маме, но сам задумчиво смотрел в окно Ну и замечательно, я рада Я только хотела тебе напомнить, что если тебе захочется поболтать или обсудить какой-то вопрос То у нас есть волшебное какао, с которым это делать особенно приятно Мама почесала ему ушко и ушла на кухню Через несколько минут маленький бегемотик пришел на кухню Знаешь, мама, мне кажется, что я уже вырос Я больше не верю в чудеса И я знаю, что у тебя в коробке лежит обычное какао Она вовсе не волшебная Я много разговаривал со старшими ребятами в школе Они мне столько всего рассказали Деда Мороза не бывает И Новый год это вовсе не волшебный праздник А просто ночь в самом конце декабря Мама погрустнела Малыш, я ничего не могу тебе ответить Видишь ли, я верю в чудеса И я точно знаю, что Дед Мороз есть Понимаешь, чтобы чудо случилось, надо в него верить Мне очень грустно за твоих друзей Для них новогодняя ночь ничем не отличается от всех других ночей Но они говорят, что Дед Мороз Это сказка для малышей Ну, значит, я тоже еще малышка Впрочем, я понимаю, что тебе нужны доказательства Но я тебя видать не могу Я только надеюсь, что чудеса сами тебе покажутся И у нас будет волшебный праздник Новый год Получается, если я не буду верить в Новый год, то он не наступит? Не совсем Январь, конечно, наступит Но в этом не случится ничего волшебного Что же мне делать, мама? Я люблю чудеса Но не понимаю, как снова в них поверить Маленький бегемотик очень грустно смотрел на маму Сынок, я советую тебе написать Деду Морозу И рассказать ему о твоих мыслях Я верю, что он тебя услышит Хорошо, мама, я попробую А как мы пошлем ему это письмо? Почта ведь уже не работает А давай положим его в самое холодное место в нашем доме Вечером маленький бегемотик написал письмо Он очень старался, и вместе с мамой они положили письмо в морозилку Здравствуй, Дедушка Мороз Мне сказали, что тебя нет И мне очень грустно Если это есть, пусть случатся чудеса Я хочу, чтобы все радовались Бегемотик Утром, когда бегемотик проснулся, он увидел, что на окне появились потрясающие морозные узоры Как будто кто-то волшебной кисточкой раскрасил его окно Он в восторге смотрел на них так долго, что узоры сплелись в одну большую картину И он увидел на окне буквы Я есть Маленький бегемотик был готов поклясться Что в ту минуту, когда он увидел на окне узора Никаких букв там не было Это было настоящее чудо Тогда бегемотик со всех ног побежал на кухню Открыл морозилку, а письма там не было Целый день бегемотик думал, сомневался А потом все же решил написать еще одно письмо Привет, я прочитал твой ответ И начинаю снова верить в чудеса Скажи, а я могу помочь тебе творить чудеса? Утром бегемотик снова не нашел своего письма Но и ответа не было Пока он грустно завтракал, мама убиралась на верхней полке шкафа Там была коробка с разными специями и пряностями Мама протирала пыль и задела ее рукой В гемотик увидел, как коробка начала медленно сползать с полки А мама в это время смотрела в другую сторону Тогда он бросился к шкафу И сумел поймать несколько баночек со специями у самого пола Но пакет с сахарной пудрой упал и разорвался Пудра окутала их с мамой в воздушном сладким облако Какой же ты молодец, бегемотик! Ты воскликнула мама и села на пол рядом с ним Ты поймала самую опасную специю Острый перец Если бы банка с ним разбилась То мы бы с тобой до самого вечера чихали бы тут Удивительно, что ты схватил именно эту банку Просто чудеса, мой ловкий малыш Маленький бегемотик прижался к сладкому маминому плечу И вдруг его глазки широко раскрылись Я сделал чудо сам! Я помог маме и спас нас обоих от чиханья Надо написать об этом Деду Морозу В последний учебный день он подошел к старшим ребятам Послушайте, сказал он смело и ничуть не стесняясь Я точно знаю, что Дед Мороз есть Он все слышит и видит Если вы перестанете верить в чудеса То они не будут с вами случаться И у вас будет обычная ночь между декабрем и январем Все удивленно смотрели на него Ведь раньше он не был таким смелым И верил всему, что ему говорили Ученики старших классов часто подшучивали над малышами Рассказывая разные небылицы и смеялись Но маленький бегемотик был настолько уверен Что ни у кого не возникло желания с ним спорить Вечером маленький бегемотик написал последнее письмо Деду Морозу Дедушка Мороз, я всем сказал, что ты есть И все мне поверили Это еще одно чудо, которое я сделал сам Я хочу вырасти и вылечить зверей от всех болезней Помоги мне Когда часы в новогоднюю ночь пробили полночь Маленький бегемотик уже спал Утром он первым делом побежал к елке И замер, увидев большую коробку На которой было написано Будущему чудесному доктору Маленькому бегемотику Он развернул упаковку и увидел Яркую и красочную книгу Моя первая медицинская энциклопедия Он сел рядом с елкой и погрузился в чтенье Это было волшебное начало Нового года Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин